Здесь снимался Афтерикс и Обеликс, Игра к престолу, здесь снимался Гладиатор. Я даже не знаю, как мы это всё выдержим, во всяком случае я. Мы сделали это, просто эмоции переполняют, вау, мы в Сахаре. А это мой верблюд. Друзья, доброе утро, я Елена, приветствую вас на канале Аланья Жизнь без купюр. Итак, очередной день пребывания в Марокко, нашего большого путешествия. И сегодня мы отправляемся в трехдневный трип в пустыню Сахару, в настоящую, с барханами. Но до того, как мы доедем до пустыни, мы будем проезжать прекрасные, невероятные атласские горы. Я думаю, будет море впечатлений, море красивых видов и фотографий. Оставайтесь с нами, мы вам всё покажем. А вот мы с вами приехали уже на какую-то высоту атласских гор. Вообще, это называется варсианскими ландшафтами, пейзажами, сравнивают вот эти атласские горы. Ну, правда, они такие лысые, кое-где растительность. Но что-то они такие не слишком красные, как я предполагала. Увидеть, что они должны быть прям красные-красные. Может быть, в другом месте увидим. Ну, впечатляет. Сейчас на ту сторону повернуть покажу. Да, действительно впечатляет. Нас привезли посмотреть традиционную берберскую деревню. Но здесь уже не живут, а это просто для туристов. Ну, вот так вот выглядели раньше берберские деревни, или, может быть, даже города. Ну, вообще, вот это вот изображение этой деревни есть на всех туристических проспектиках. То есть, это показательное такое место. Такого вот кирпичного, глиняного города с пальмами. Это такой небольшой оазис. А так вообще очень пустынно все вокруг. Сейчас пойдем, наверное, вовнутрь, я так думаю. Вот центральные ворота. Оказывается, вот это место является популярной съемочной площадкой. Вот эти ворота – это декоративные. Единственное, что здесь декоративное, все остальное – это настоящая старая деревня. Там еще до сих пор живет пять семей. Там нет ни электричества, ни воды. Значит, что здесь снималось? Здесь снимался Астерикс и Абеликс. Короче, тут еще немножко подстраивалось декорации кое-каких. Но вот это вот главное осталось. Потом здесь снимался фрагмент «Игра престолов». Здесь снимался «Гладиатор» первая часть. Ну, в общем, очень популярное место. И вот мы тоже здесь. И наш гид сказал, что мы можем даже взять у него автограф, потому что он соприкасался со всеми знаменитостями, которые здесь бывали. Классно. Вот так сверху выглядит традиционный город. Уже здесь при подъезде к Сахаре. Ну, пока что мы еще в горах, в Атландских горах. Ну, уже как бы здесь пустынно, только без песка. Такая каменистая пустыня. Но это достаточно большой город. И тут как бы они высадили деревья. Такой оазис есть. Вот там видно, что много зелени. Ну, такое уже все равно. Солнце жгучее. И ветер какой-то очень сильный. Мы ехали очень долго. Уже вечереет. Ну, просто что-то невозможное. Вот он, ландшафт марсианский. Наверное. Наверное, на Марсе так. Очень красиво. Очень невозможно красиво. Я не знаю, интересно ли будет вам это смотреть. Мы просто смотрим с широко открытыми глазами. И вы знаете, здесь вот в этой местности огромное количество отелей вдоль дороги, вдоль этих гор. То есть люди приезжают сюда специально, чтобы любоваться вот этой вот красотой. Это вот наши туристы из автобуса все бы мы вывалили. И вот среди этих гор, среди этих лысых скал прорублена дорога. И вот так вот с двух сторон нас все это окружает. Так, ну что, друзья, я пытаюсь вам показать номер. Короче, мы от этого отеля, конечно, в маленьком шоке. Ну, вернее, нет, не совсем в шоке, потому что мы были готовы. Мы смотрели предыдущие выпуски у разных людей, как они жили вот как раз и в палаточных лагерях в пустыне, и вот в этих горных промежуточных отелях. В общем, это вот такая клетушка с мазанкой, я бы сказала, мазаные стены. Вот так вот из тростника, там, из бамбука, с деревянными перекрытиями потолок. Слышимость просто невероятная. Я даже не знаю, мне кажется, между комнатами соседними есть какие-то щели. Вот такая вот крошечная ванная. Ну, так, в общем-то, спартанский, очень спартанский. Но я вот хочу повториться. Сюда нужно ехать тем, кто готов к приключениям, кто хочет посмотреть такие места, которые как бы, ну, самостоятельно проникнуть сложно. Самое главное, было ужасно холодно, я спала в толстовке с капюшоном. Очень скудное освещение, вот это вот такой холл. Даже, не знаю, как рецепшн, холл, вот такая печурка, столики. И, оказывается, завтрак нам накроют здесь, хотя есть наверху комната, как бы столовая. Каменные стены, там побелкой выбелены, непонятные такие вот, непонятные пустые пространства. Вот так ведет лестница на второй этаж. Темновато, ну да, вот такой отель. И что, собственно, вот уже завтракать мы пытаемся. На улице темно, поэтому мы приехали, было темно, мы проснулись темно, потому что это рано. Я вам не смогу показать окрестностей отеля, но я вам покажу вообще горы. На второй этаж, собственно говоря, к номерам идет такая вот узенькая лестничка. Камень и беленые стены. Очень скудное освещение. Такой маленький холл, даже не знаю для чего. И вот в этот темный-темный коридор нужно идти, чтобы попасть в свои комнаты. Пока мы завтракали, уже рассвело, я поднялась на крышу дома, на террасу. И вот вечером мы приехали, в темноте мы этого не видели. Мы в каньоне, внизу журчат река, прям слышно мощный поток. Вот такие вот рыжие, красные горы. И они просто очень плотно, прям совершенно плотно вступают. Вот этот маленький каньончик, в котором вот наши все отельчики. Вы посмотрите, вот эта вот скала, она прямо вот над нами нависает. Наш отель, он вплотную к ней прижат. Дальше отель я бы отелем не назвала. Здесь есть такое название, Риат. Вот это частный дом, который переоборудован под сдачу жилья туристам. К сожалению, солнце сюда еще не проникает. Если бы лучи солнца проникали, вот чуть-чуть вот на этой горе видно. Она уже более красная, потому что лучами солнца озаряется. А так вот эта вся территория на протяжении нескольких километров мы ехали, но невозможно было снять. Она вся вот из таких красных, лысых гор, скал. Да, это очень красиво. Теперь я на 100% согласна, когда говорят, что Атлазские горы – это марсианский ландшафт. Знаете, что такое отели здесь? Я вам покажу с крыши нашего отеля, ряда, вернее, соседний дом, где также останавливаются туристы. Вот следующие, и они дальше-дальше вот туда разбросаны. Вот такие условия Марокко в горах. Если вы поедете, будьте готовы к спартанским условиям. Друзья, у нас очередная остановка во время путешествия среди Атлазских гор. Посмотрите, какое показательное вот это местечко. То есть, сами горы, они пустынные совершенно, каменистые, да? Где-то внизу всегда есть какая-то вода, реки, источники, что ли, я не знаю. И сразу получается вот такой вот оазис. Вот прям настоящий оазис, пальмы финиковые, что-то там еще. И обратите внимание, вот сейчас вы видите как раз характерную застройку в марокканском стиле. Все вот эти глиняные дома, у них такие, как башенки, всегда есть. Они все такого рыжего, глиняного цвета. Но вот это вот прямо картинка показательная для Атлазских гор. Ну что, очередное классное, шикарное место. Да тут что, не место все классное и шикарное? Я не знаю, я просто восхищена этими горами. Мы, короче, в одном из нескольких каньонов. Но это самое большое здесь, в Атлазских горах. Вы только посмотрите на эту высоту. Я затрудняюсь даже сказать, сколько это метров. Красиво невероятно. Здесь, когда прячешься в тень, холодно-холодно. Выходишь на солнце, конечно же, это солнце печет, оно очень активное. И речка сейчас, она, конечно, совсем мелкая. Но она поднимается, наверное, выше, я так полагаю. Друзья, ну вот смотрите, смотрите внимательно. Вот красные Атлазские горы. Однажды я пролетала, я второй раз в Марокко, и однажды я пролетала на самолете как раз над Атлазскими горами. И они действительно сверху кажутся вот такими красными-красными, какими-то, не знаю, образованиями. Такая гряда красная тянется. Очень красивая. Вообще это как-то удивительно и трудно для понимания. Вот мы вроде бы едем по каменистой равнине, потом полоска зелени, а потом вот, как будто с табличка вход или начало, и начинается пустыня Сахара. Если я не ошибаюсь, это самая большая пустыня в мире. Посмотрите, вот эта огромная дюна. Вот прям так раз и начинается. Просто удивительное явление. Теперь мы на окраине пустыни и должны пересесть вот на этих верблюдов. И будем ехать час тридцать по пустыне в наш лагерь, в кэмп, который уже в самой пустыне, прямо в дюнах. Но это, мне кажется, испытание вообще не для слабомощных. Я даже не знаю, как мы это все выдержим, во всяком случае я. Я думаю, это трудно. У меня нет слов, у меня просто нет слов. В итоге мы в Сахаре. Мы едем уже почти двое суток, а вот мы здесь. Посмотрите, вот наш караван. Это все мы уже сдружились, у нас совершенно интернациональная группа. А это мой верблюд. Ехать жутко неудобно, можно застрелиться. Вот там еще один караван. И это еще не окончание пути, это только начало. Мы идем туда в дюны, дальше, дальше. Посмотрите, какой цвет у этой пустыни, у этого песка. Какой-то рыжий. И вот такие вот, ой, красивые. А между прочим, это плотный песок. Вот там даже вдалеке видно джипы, сюда на джипах заезжают. И не проваливаются. И верблюды, посмотрите, стоят и не проваливаются. Прямо очень плотный песок. Но красиво, красиво. Господи, кто имеет возможность, приезжайте в настоящую пустыню. Посмотрите на все это. Слушайте, это испытание на внесливость и на прочность. Я не знаю, назвали по этим барханам. Сейчас мы сделали маленький прерыв, потому что, видимо, мы уже все бесим. Но, в общем, вот, мы стоим на песке. Я даже не могу назвать это землей. Это песок, много песка. Но он удивительный. Знаете, вот такой жесткий, такой плотный, я бы сказала, песок. Вообще супер. Мы в Сахаре, мы в Сахаре. Вот так, бесконечно. Далеко, далеко, бесконечно. И тянутся, и тянутся эти барханы. Один за другим, один за другим. От некоторых тень. Смотрите, какая. И так дальше, 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 бесконечно. Мне даже не верится, что мы в Сахаре. Мы сделали это. Мы сделали это. Просто эмоции переполняют. Вау, мы в Сахаре. С ума сойти. Просто сойти с ума. В итоге нас пощадили, сняли с верблюдов и посадили в джип. Потому что просто мы уже не можем на верблюдах. Сил не хватает. Когда мы сели в автомобиль, у нас просто начали трястись ноги. Просто неконтролируемая трясучесть ног. Видимо, настолько крепко мы держались на камне за верблюдов. И теперь по всем этим барханам, а видите уже, где-то за барханами солнышко не попадает, и уже темно. И вот только вдалеке солнце освещает эти барханы. Ой, у нас такой веселый водитель. У нас очень веселый водитель. Представляем вам первый международный сайт объявлений в Турции. Для того, чтобы найти нужную вещь, вы можете воспользоваться простой и быстрой системой поиска. Ввести свой запрос в поисковой строке или выбрать подходящую категорию и посмотреть варианты. Чтобы разместить свое объявление, достаточно пройти простую регистрацию и ввести адрес электронной почты. Или зарегистрироваться через социальные сети. На все вопросы вам ответит наш бот. Покажу, что значит кэмп-лагерь в Сахаре. Вот здесь мы будем сегодня ночевать. Очень даже комфортно. Смотрите, они запетонировали дорожку. Слушайте, ну это прям вообще шале. Шале в марокканском стиле. Терраса. Даже высадили эти зеленые деревья здесь в пустыне. Вот там я вижу прожектор, наверное, будет нам тут всю ночь освещать. Когда зайдем внутрь, я вам покажу все внутри. Сейчас нам наливают приветственный чай. Марокканский. Это который зеленый чай с мятой. Он такой вкусный, невозможно. Это вся наша группа интернациональная. Я покажу, как устроено удобство в нашем лагере. Вот такой большой шатер. Вот там вот вода. Это душевые кабины. Вы представляете, в пустыне все это сделали. Вот с освещением. Это туалетики. Совершенно обычные туалетики. Обалдеть. И вот здесь вот все мы по очереди. Совместно мужчины и женщины. Без стеснения. Поскольку мы в пустыне. Будем тут принимать душ. Я вам покажу. Мы немного расстроены. Мы думали, у нас будут отдельные у всех вот эти шатры. Но оказалось так, что здесь вот посередине вот такая занавесочка. Тут будет, да, человека спать. И вот тут вот мы с тем миликом будем спать. Ну, такие походные условия. Ну, ладно, ничего страшного, я думаю. Very good. Yes, very good. А вот так вот выглядят дюны утром. Мы встречали рассвет. И вот на этой дюне как раз вот солнечные лучи. Если повернуться в ту сторону, к солнцу, там уже не так все это выглядит красочно, потому что не освещается солнечными лучами. Такая, кажется, блеклая совершенно пустыня. Но вот сюда, куда попадают солнечные лучи и отражаются, то это просто-просто невероятной красоты. Вы посмотрите на этот цвет. И сейчас мы будем кататься на санбордах. Не, ну я точно не буду, но кто-то будет. Вот там караван идет вдали. Друзья, сейчас подходит к завершению наша поездка, трехдневная поездка в Сахару. Скажем честно, мы устали, но оно того стоило. Это что-то невероятное, это фантастика. Я надеюсь, все, что вы увидели, тоже передаст наше впечатление. Хочу сказать, что, во-первых, даже в пустыне Сахара местный интернет ловит на 4G. Местные жители говорят как минимум на 4, а как максимум на 5-6 языках. Берберский, арабский, испанский, французский, английский. Несмотря на то, что страна Марокко считается как бы не очень развитой страной, но вы знаете, здесь сервис на прекрасном уровне, все замечательно организовано. Ну, в общем, эта часть поездки завершена, но будет еще много чего интересного. Оставайтесь с нами, я прощаюсь. Пока-пока.